Телерадиоканал Страна ФМ Влад Соколовский Всем здравствуйте Ворвался просто в эфир к нам Со своей камерой Тут же мы все оказались Вся Страна ФМ во влоге Ты можешь снимать параллельно Слушай, ты к нам сегодня пришел С мега крутым поводом Ты представляешь в эфире телерадиоканал Страна ФМ, нам очень приятно Свою новую пластинку, которая называется Настоящий, твой новый альбом Это фундаментальная работа Слово, да, у меня вертся на языке Фундаментальная работа Выстраданная история Другой, Влад Ну как бы мы об этом будем говорить подробно Кроме того, поговорим про твои концерты Мы знаем про сольник Давайте Я очень рад Я хочу, знаешь, с чего начать? С того, что люди, которые нас каждое утро смотрят Сейчас не понимают А чего это Егорова переместилась С одного сидения на другое Слушай, ну мы это сделали специально Нет, нет, нет Здесь фишка же есть специальная Смотри Я хотел, чтобы Юлька загадала желание Она сидит между двумя Владами Все очень просто Можно за руку? Ой, какая у тебя теплая А у меня холодная Я ем чуть-чуть Можно слух Слух нас загадывает Слух сбудется сто процентов Да, прям вот так Да, любое, любое вообще Я хочу выйти замуж Нет, я хочу выйти, пожалуйста Дверь там, Юлька Пожалуйста Ну нет, на самом деле я прикалываюсь так просто Так, ребята, все слышали потенциальные? Вот, давайте Я просто хочу своим примером показать тебе Рассказать, что когда Озвучиваешь какое-нибудь желание В эфире страны ФМ Оно сбывается Поэтому сейчас твоя очередь Моя очередь? Да Я хочу всех вас видеть на своем сольном концерте в Санкт-Петербурге Слушайте, как все предсказуемо получилось Ну, сорян А мы-то такие эксклюзивчик, эксклюзивчик Слушай, ну давай с концерта начнем Он будет 30 марта Я так понимаю, это будет концерт-открытие твоего тура Который будет дальше Это будет концерт-открытие, наверное, какого-то нового витка моего Мы сейчас тур никакой не планируем Я делаю его, чтобы вообще и самому прежде всего понять На что я способен Потому что это все уже в новом звучании В новом совершенно качестве Это площадка, это театр эстрады Это музыканты Балет, свет, звук И очень-очень такое все другое, скажем Потому что я работал 10 лет под всякие там минуса Больше танцевал Тут это уже более взрослая работа Я очень долго и кропотливо сейчас к этому всему готовился И для меня 30 марта, именно для меня Это очень важное событие Как, собственно, и для моих верных поклонников То есть можно сказать, Влад, что так основательно К подготовке своих программ ты еще не подходил? Ну, я всегда старался ответственно к этому подходить Но просто тут масштаб немножко другой По-взрослому, да? И, конечно, мне очень важно все это сейчас сделать На максималках, как говорится Ты сказал, я раньше столько танцевал А сейчас танцевать не будешь? Нет, я имею в виду, что программа в основном была построена Только на танцевальном шоу Ну, это вокал и танцы Но не было ничего другого на сцене Это были, может быть, какие-то световые решения Там, видеоинсталляции А здесь это все в совокупности Я не удивлюсь, если ты сейчас нам скажешь Я даже стихи буду читать Сейчас тоже модно Я буду их петь А, кстати, ты про поклонниц заговорил Мы уже все утро наблюдаем с Кутузовым вот эту картинку Да, ты видел их, кстати, говорили? Девчонок, да Мы хотим сказать, кто Ну, вы, естественно, зрители не видели Дело в том, что у нас определенного количества Молодой народ тусуется уже здесь в течение часа, наверное Мы думали, кто же это, а потом поняли, кто это Все так Это безумные фанатки Соколовского Это всегда так, скажи мне, Влад, что ты куда-то направляешься А они вот тут как тут Вот всегда знают, где любимый артист Последние, наверное, эфиров сколько? Пять-десять мы видимся с ними Вместе регулярно, да? Да, ну, люди меняются Слушай, но очень часто артисты говорят, что бывает даже вот Ту-мач уже, да, вот внимание от поклонников Что там, ну, я не знаю, выходишь из подъезда И они тоже не хочут ни с кем разговаривать По-разному, да, действительно, находил записки на своем автомобиле Бывало приятные, бывало очень неприятные Вот, по-разному было Всякие анонимные сообщения Слушай, вот об этом я хотел сподробнее поговорить Анонимные сообщения, неприятные сообщения А ты получаешь когда-нибудь анонимные сообщения, Влад? Слушай, ну, несмотря на то, что меня зовут Влад, я не получаю Понятную причину Написать тебе что-ли что-нибудь Я имею в виду, что кто-то балуется, кто-то угрожает, кто-то еще что-то делает Все по-разному происходит Но популярность, она все-таки сопутствует каким-то Не, ну что, ну она есть чушь Нет, я имею в виду, что ей сопутствуют иногда очень неадекватные вещи в том числе Есть приятная сторона, есть неприятная сторона И если говорить о каких-то вещах, которые там а-ля достают или еще что-то вот в этом роде То, ну да, такое тоже происходит Просто к этому надо уже спокойнее относиться и все Надо? Тут вопрос, получается ли, понимаешь? Получается У тебя получается? Давайте мы, знаете, что сделаем? Мы потом поговорим, у нас времени еще будет огромное количество Прямо сейчас у нас песня, конечно Нет, сегодня, конечно же, твоя песня называется «Не рассыпается» Любовь не рассыпается Любовь не рассыпается Я думаю, что мы сейчас посмотрим клип, послушаем песню И после этого поговорим об этой работе подробнее Хорошо, давайте Утро страны продолжается и у нас в гостях сегодня певец, композитор Тарн Цурт, в том числе Влад Соколовский Доброе утро еще раз, Влад Мне кажется, можно говорить «Соколовский» и все Все знают, кто это К чему лишние эпитеты? Ну что, мы посмотрели вот только что одну из песен твоего нового альбома Альбом называется «Настоящий», а песня называется «Любовь не рассыпается» Это была твоя, я так понимаю, первая работа Вот из твоего серьезного периода Давай его так назовем Давайте так скажем У меня осенью вышла первая песня после всей вот моей жизненной ситуации Она называлась «Гораздо важней» На нее не было клипа Я просто ее выпустил в тот момент, когда я испытывал вот ровно то, что было описано в той песне Она была максимально актуальной, она поделила как раз-таки, на мой взгляд, мое творчество вот на до и после А ты сам внутренне делишь свое творчество на до и после? Да, очень сильно Очень сильно Потому что, ну, на самом деле, мало кто замечает такие вещи, кроме, наверное, там, самих исполнителей или продюсеров Но с предыдущих, как бы, серьезных синглов и работ прошло вот до, скажем так, начала этого года полтора года То есть у меня полтора года на телек не вставали клипы, потому что их просто не было Полтора года тишины Полтора года тишины, по большому счету, в медиа именно А любовь не рассыпается, которая вышла 19 февраля вместе с клипом одновременно Это как раз-таки первая работа спустя вот эти полтора года Потому что, во-первых, я пытался себя найти в музыке Ну, все-таки возраст меняется, меняются и взгляды на музыку, и все меняется И хочется все-таки делать нечто актуальное для себя на сегодняшний день, а не пытаться все еще делать, что когда-то там заходило И вот пытаться встать вот на эти... или удержаться на этих рельсах, я считаю, глупо Поэтому надо постоянно перекручиваться, перетрансформироваться, и это правильно И вот, собственно, эта песня вышла, да, в феврале вместе с клипом И для меня это такой первый большой шаг после долгой-долгой творческой тишины Слушай, да, кто, кто, да, у нас очень много вопросов, ну ладно Уступаю, успешно, давайте Юлька спрашивала по поводу творчества, по поводу песен А вот ты как человек, ну, как мужчина, да, как личность Ты Соколовский 2018 и Соколовский 2019, это насколько два разных человека вообще? Учитывая вообще все Очень сильно два разных человека Очень сильно Ну да, ну потому что раньше не было того, ну, пусть даже плохого опыта, который был в моей жизни И, ну, все мы знаем прекрасно, что самые жесткие вещи нас и воспитывают Если ты не сломался, то ты становишься только лучше Если ты делаешь правильные выводы Правильные выводы Если ты адекватный, осознанный человек, то да, наверное А если ты, ну, не понимаешь своих ошибок и все прешь в одно и то же болото Тогда, наверное, тебя жизнь будет пускать по кругу и все больше и больше наказывать Я склонен верить в то, что я свой урок усвоил Это такая, знаете, такая драматичная пауза Что мы грустим? Не пауза, потому что я слышу в наушниках, что мне, звук Решер говорит, надо дать рекламу И я думаю, ну черт Прекращайте грузить Почему именно сейчас? Нет, а я сижу, у меня крутится мысль Успеем мы сейчас начать важную-важную-важную тему Или дадим Владу возможность попить кофеечек А чем он занимается сейчас? Давайте мы сделаем небольшую паузу, уйдем на рекламную паузу прямо сейчас, послушаем песню А потом к вам вернемся-ка Кстати, друзья, Владу Соколовску можно задавать вопросы в нашей группе ВКонтакте Там есть специальный пост наверху И плюс семь девятьсот девятьсот двадцать восемь один восемьдесят девять и девять Это вот Сапайбер Скоро вернемся и продолжим Доброе утро Кто не ошибался, не был счастлив Мы просто закончили примерно на этом Послушали песню Влад Соколовский у нас сегодня в эфире Вот мы обсуждаем творчество Влада Личность Влада до и после Нельзя не говорить, конечно, о творчестве Без контекста И все прекрасно понимают, о чем мы говорим У тебя в жизни, в личной жизни Произошли грандиозные перемены На самом деле впервые в жизни мое творчество напрямую связано с моей жизнью Вот если так брать, чем примечательен этот альбом Почему он называется настоящий Ну, откуда вообще эта идея Он реально концептуальный, потому что это мой первый в жизни автобиографичный альбом В котором я рассказываю про разные ситуации в своей жизни Не только этого года, вообще всей своей жизни Там есть песни про любовь Есть песни про самые жесткие моменты в моей жизни Есть песни про угар Есть песни про секс Есть песни про семью Есть песни про дочь Ну, все из чего соткана, скажем так, моя жизнь в той или иной мере Так что да Сейчас мое творчество напрямую соприкасается с моей реальной жизнью И послушав этот альбом, люди могут понять, какой я человек Ну, то есть это не какие-то придуманные истории, да, как обычно бывает? Нет, это поэтам мамы Я говорю автобиографичные истории Есть даже песня, которая называется «Лучшая мама» «Самая лучшая мать» Да, это песня про секс Это написали Рита вместе с Катей Ковской Ну, у нас, да, мы поговорили, когда мы писали еще этот материал, что вот должна быть песня про секс И как бы на основе неких там соображений, рассказов и так далее была написана эта песня Эта песня, она в новом альбоме сейчас? Да А написана она была как давно? Написана она была в июле В прошлом году, да То есть получается, что ты начинал писать же этот альбом еще с Ритой Мы начинали писать этот альбом в пятером Нас пять таких вот творческих единиц Это я, Рита, Катя Ковская, Дима Гафонов, Андрюшка Наплев Когда все это, ну, скажем так, произошло, то мы в процессе неких переговоров пришли к тому, что мы оставляем в альбоме три песни, остальные исключаем Это как раз две песни, написанные Ритой и Катей в соавторстве Это «Самая лучшая мать» и «Пьяные» Как раз песня про угар Вот, и еще одна песня, которая написана была Ритой отдельно, называется «Я лечу домой» Я безумно люблю эту песню, вот, мы решили также ее оставить Потому что, ну, все вот эти ситуации, все, что описано в этих песнях, оно, оно по факту То есть, ну, это все реально было и там частично есть в моей жизни А все остальные композиции, вообще песен должно было быть 12 А их сколько? Вот так вышло, что я психанул и их 14 плюс интро Ну, как? Да, из них мной написано 11 Ну, если говорить сейчас про тексты, потому что музыку практически всю мы собирали вместе с ребятами С Димой и Андрюшей, которым огромнейший привет, талантливые вы, мои музыкальные братья Ну, слушай, это была твоя принципиальная позиция оставить только твои песни? Ну, в большинстве, да? Больше, под подавляющую часть? Нет, ну, я просто понимал, что нужно, а что не нужно И у меня был некий застой, вот, и в тот момент, когда эти шлюзы, как мне кажется, просто рванули и открылись И мне действительно было что сказать Тебя бахнуло, да? Ну, я, честно, отношусь к этому периоду написания вот этого всего материала как к некому трипу Потому что это было что-то вообще невообразимое Из меня это все вылетало такими дробями, что я никогда в жизни так не писал Но, видимо, оно наболело, оно все это как-то... Скрутило тебе Сконцентрировалось и просто выплеснулось вот в эти песни Давай об этом трипе подробнее, может быть, говорим чуть позже Прямо сейчас мы снова вынуждены, блин, прерваться Давайте, давайте, давайте Нам деваться некуда просто Скоро к вам вернемся, друзья, добрый утро Телерадиоканал Тем, кто только что присоединился к телерадиоканалу Страна ФМ Спешим напомнить, что у нас в студии сегодня Влад Соколовский Он представляет свой новый альбом, автобиографически полностью Называется пластинка «Настоящая» и вот он с нами Настоящая в капюшоне Такой чуть-чуть уставший, но это понятно, учитывая то, в каком объеме у тебя проходит репетиция Ты спишь вообще? Я вот последнюю неделю очень мало спал, да Я даже позавчера проснулся, у меня что-то хлестнула кровь И я понял, что надо немножко останавливаться Потому что на сцене надо все-таки быть в нормальном состоянии А я, не знаю, так вышло, что я с детства почему-то привыкший до какого-то умопомрачения Все это делать Вот для того, чтобы потом выходить на сцену И это все было на автоматизме Но, видимо, в этот раз мне немножко сейчас вот там Хотя бы 29-го придется поспустить Обязательно поспи и поешь Кормить себя не забывай Ну вот с едой, да, тоже Слушай, я зашел к нам вконтакте Сейчас увидел нахлынувших в промышленных масштабах практически Твоих фанатов Да, да, у которых куча вопросов Всем привет им Огромный Я предлагаю по ним пробежаться Значит, планируешь ли ты тур по городам? С уважением, Мария спрашивает Все-таки еще раз можно напомнить Уважаемая Мария Как ты думаешь, что там происходит? Я буду очень стараться Знаете, я сейчас очень откровенное интервью везде говорю Потому что, честно, я устал очень сильно от тенденции артистов Все приукрашивать Быть хорошими Да не хорошими, просто быть лучше, чем мы есть на самом деле Я скажу, как есть Сейчас я могу себе позволить только концерт в Санкт-Петербурге По факту Вот мы его делаем Дальше смотрим на результаты И, может быть, будем готовить что-то дальше Все будет зависеть только от возможностей Только от желания людей приходить или не приходить на концерты Вот, говорю как есть Поэтому, то есть я все, что с моей стороны возможно сделать Подготовить, отрепетировать Показать Я все это делаю на максималках Дальше надеюсь, что это будет нравиться большему количеству людей И если у нас будет тур, я буду только счастлив И вы, я думаю, тоже Ну, Соколовский уже и не ест, и не спит Готовится к своему концерту Вопрос номер... Не знаю, следующий Следующий Вопрос номер следующий Юлечка спрашивает Как ты пережил период, когда на него, ну, на тебя имеется в виду Вылился шквал грязи от хейтеров после произошедшего лета? С трудом Если можно однозначно Что тебя спасало в этот период? Или кто тебя спасал? Меня спасали, безусловно, родные Которые, несмотря ни на что, ну, поддерживали Меня никто не гладил по голове Вот, все прекрасно понимали То есть, что произошло-то, скажем, неминуемое Да, и... То есть, я получил условно по заслугам Но люди, как бы, понимали, что, значит, надо быть просто молча рядом Просто держать там, условно, за руку И все И стараться вдохновить, пинать, писать песни, что-то делать Не сидеть и ни в коем случае не уходить в штопор или еще что-то Ну, а кроме того, у тебя есть самый главный человек в твоей жизни Который принимает папу таким, какой он есть Это вообще даже не обсуждается Потому что, как только у меня возникала мысль о дочери То тут сразу глупые мысли всякие, идиотские, отлетали туда-то очень сильно далеко И это супер большая зона ответственности Вот, которая очень еще соприкасается с чувствами, любовью И вот это вот все в совокупности Ответственность, любовь Слушай, мы же зашли сегодня в Инстаграм к Мии Да Обнаружили там 160, да, с чем-то тысяч подписчиков Ты подписался на Миюшу, Влад? Нет, я на твоем телефоне смотрел, потому что На самом деле там вообще было 200 с чем-то тысяч Просто мы с Ритой вели эту страницу А сейчас этим не занимаемся Что-то запустили, 17 февраля последняя публикация Она есть, и я думаю, что, наверное, туда периодически мы там что-то выкладывать и будем Но на самом деле, ну, важно дождаться, пока она сейчас уже начнет сама говорить И свою позицию какую-то озвучивать Озвучивать, да, и если ей захочется это делать Мы это делать, наверное, будем А если не захочется, мы это все Свернете быстренько, да Какое любимое самое-самое занятие у Мии сегодня? Ну, как мне кажется, все раскидывать Она это обожает Ну, на самом деле, она не может усидеть вообще Даже минуту на одном месте И она обожает валяться Она обожает свой надувной домик сейчас Она обожает ставить банки на банки, кубики на кубики и так далее Смотрит постоянно в окно Имитирует самолетики, машинки, домики, собачки и все такое Ну, все, что, наверное, делают на данном этапе дети Смотри, ну, вот еще и вопрос, кстати, есть Если твоя дочь захочет продолжить твою карьеру, ты будешь за или против? Потому что многие артисты говорят Да никогда в жизни только не артистом, только не актером, только не на сцену, все что угодно Ты к этому как относишься? Ну, я думаю, что у нас с Ритой тоже такие приступы происходили Что вот лучше, может, не надо Я пришел только к позиции такой, что надо наблюдать за ребенком Вот и все Если это будет ее большая любовь, то лишать ее этого Это нанести ей психологическую травму Я так считаю Вот, поэтому надо смотреть Если ее будет тянуть в творчество, значит, в творчество Если в живописи, значит, в живописи Все что угодно, ну, как бы, будем смотреть, наблюдать, направлять, помогать Я понимаю, что в творческом направлении мы с ее мамой можем ей в большей степени помочь Если она пойдет куда-то в совершенно другие края, ну, будем стараться просто поддерживать Слушай, ну, ты сам спел песню Киркорова «Рафаэль», по-моему, да? Что это было за композиция? Не, «Зайка моя» «Зайка моя», ну и «Рафаэль», да, «Зайка моя» Тебе три года было Мне три с половиной года было Три с половиной Ну, на самом деле, мне родители привили любовь к музыке Это не было искусственно И я настолько в это втянулся, настолько этим проникся Что, ну, когда я слушал там уже в пять лет Я помню это прекрасно То есть тебя не заставляли звезду из тебя не делали В пять или в шесть лет я слушал музыку и у меня текли слезы Они могли быть слезами радости, слезами грусти Если это во мне вызывало такой внутренний отклик, мощный, значит, все-таки в этом что-то есть Ты, кстати, сказал, сейчас три с половиной года, было тебе пять Я сегодня обнаружил цифру до двадцать лет на сцене Соколовский, я думаю, господи, как это Ну, если так посчитать Ну, вот с самого начала, если да Мне сейчас полных двадцать семь, по большому счету, да Учитывая там экс-миссию, бис, да, вот эту историю Учитывая первый мой выход на большую сцену Я ее с тех пор ни разу не покидал Ни на какой период Поэтому многие отчитывают время с фабрики, это двенадцать лет А нужно гораздо раньше Но, честно говоря, для меня фабрика не является никаким началом Слушай, смотрите, у нас уникальная ситуация У нас Соколовский в студии И Соколовский поет по телеку одновременно Знаете, пошла песня уже Мир сошел с ума Давай ты ее представишь, буквально десять секунд есть Что за песня, для тех, кто не знает Эта песня Мир сошел с ума Это работа где-то шестилетней, наверное, давности Которая взорвала очень круто И общественность, и каналы Я получил премию за эту работу Круто, ну давайте прямо сейчас ее посмотрим Слушаем и посмотрим Телерадиоканал Страна ФМ Один на всю страну Он по-прежнему с нами Мы его не хотим отпускать Певец-композитор Влад Соколовский В гостях телерадиоканала Страна ФМ Презентурует свою новую пластинку Альбом настоящий Четырнадцать с половиной песен, да, можно сказать? Ну, пятнадцать по большому Я просто не могу об этом не сказать Огромное количество людей тебя просто поздравляет с выходом альбома Как тебя любят, да На самом деле, вот я хотел бы буквально секунд 20-30 Посвятить благодарности Потому что никогда ранее такого отклика на свое творчество Я не видел Ни в какое время Ни в момент фабрии Вообще никогда Потому что раньше люди могли просто порадоваться Что-нибудь там написать Как классно У меня директ просто обвален Огромным количеством вот такущих здоровенных сообщений Где каждый второй признается, что слушается слезами Что эта музыка помогает в какой-то там определенный период Люди пишут такое Что, ну, я боюсь даже озвучивать Разные судьбы Кто где находится Кто пишет из детдома Кто пишет, потому что сейчас разводятся Женщины пишут А у меня обратные ситуации Я мужу сейчас там Ну, столько всего И они такими откровенными вещами делятся Я честно могу сказать Что это то, на что я даже вообще не рассчитывал То есть я хотел, чтобы творчество нашло отклик Но чтобы оно так глубоко зацепило Это дорогого стоит Поэтому спасибо огромное вообще всем тем, кто Ну, прежде всего, скачал, послушал, нашел Время это сделать И я очень рад, что это соприкоснулось Ну, с вашим внутренним И что каждый из вас смог в этом найти себя Для меня, как для автора Как для человека, который создавал это все С очень большой любовью И вложил там много энергии, сил Средств, всего-всего-всего Это действительно выстраданная работа Для меня это самая высшая степень похвалы И огромнейшее вам за это спасибо Не останавливайте себя Если вам есть что рассказать Пишите Я каждый вечер честно сажусь на час И все это дело читаю И даже ответить можешь Но я стараюсь более общей темы скринить и выкладывать Потому что, когда люди делятся совсем откровенными вещами Я понимаю, что они бы не очень хотели, чтобы я это выкладывал Слушай, ну у тебя вообще сейчас уже такой, знаешь, Инстаграм Твоя страничка полупсихологическая Потому что ты задаешь какие-то философские вопросы Своим подписчикам Сам-сам задаешь Какое-то более откровенное общение Сейчас просто Ну, раньше это была, наверное, просто какая-то картинка Вот, сейчас это перешло В режим живого действительно общения И, ну, если проследить за моими там постами То я под каждым абсолютно стараюсь отвечать Отмечать, лайкать какие-то комментарии Ты знаешь, пока ты говорил, я вот о чем подумал Я подумал о том, что ты говоришь Вот эта волна внимания Хорошо, что люди начали воспринимать тебя не только как исполнителя, но и как человека, да? Ну, потому что большинство, ведь, особенно если это поп-исполнитель Привыкли, что это человек, который улыбается, который несет позитив и так далее А тут люди вдруг увидели, что Соколовский И у него лажа может в жизни случиться И он живой И он настоящий, и он живой И он по этому поводу рефлексирует, переживает и так далее Я не знаю, ну, мне очень сложно это говорить, что это хорошо там Или это плохо, просто это так И сейчас такое время Я как человек Соцзависимый все равно И зависимый от социальных сетей Я это признаю абсолютно Но это у всех Я смотрю свою статистику в телефоне Сколько я провожу в инстаграме Ну, сколько, если не секрет в день уходит В мессенджере? Ну, по 7-8 часов 7-8 часов? А еще надо успевать репетировать Это же все параллельно происходит То есть ты там едешь за рулем У тебя тут открыто Тут там смотришь Еще что-то Да, и это огромное количество времени То есть я понимаю, что я там 4 дня из 7 в неделю провожу в телефоне То есть по статистике Это пипец как раз Ну, ты делаешь это осознанно Или на автомате у тебя происходит? Это уже на автомате, конечно Потому что это уже часть жизни Неотъемлемая Ну, ты можешь сказать, что если минус 3 часа Вот от этого отрезать То, в принципе, и бог бы с ними И не нужны Они особо меньше времени Нет, они не нужны Ты можешь просто заниматься Иногда чуть более полезными вещами Чем просто залипнуть в каких-нибудь сторис Вот о чем и речь Ну, давай так, если поржать То все прекрасно понимают Что означает уйти с телефоном Просматривать сторис, например, в туалете Это до свидания просто полчаса Нет, ну вы артисты Люди с миллиона подписчиков Всегда можете отмазать Сказать, это работа Это как бы бизнес Часть истории Сейчас просто такое время Это актуально И что с этим поделать Просто кто-то этому противится Кто-то уходит там из Инстаграма Я его люблю, честно Я люблю свой Инстаграм Ну и круто, что ты вернулся со своими влогами Можно наблюдать за твоей реальной жизнью Реальным Владом Соколовским Да, я с консервной ибря Слушай, самое печальное в том, что у нас Осталось куча вопросов, которые мы не успели тебе задать Это значит, что мы тебя ждем уже в следующий раз В самое ближайшее время И у нас осталось 20 секунд Мы хотим на пони Давай сам на пони Пригласи своих поклонников на свой концерт 30 марта Да, ребята Санкт-Петербург 30 марта Театр эстрады имени Райкина В 7 часов начала Я всех вас очень-очень-очень сильно жду Это будет живое выступление Кто не послушал пока что Альбом настоящий Обязательно это сделайте На всех платформах Он доступен Спасибо огромнейшее за крутой эфир Позитивный, откровенный Всем крутого, хорошего дня Тебе спасибо огромное Спасибо большое Удачи, чтобы выступление было огонь Спасибо Друзья, мы прощаемся с вами до завтра Пока, счастливо Пока-пока Телерадиоканал Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok